В эфире телеканала ЛРТ, программа «Итоги» в студии Ирина Михайлюк. Здравствуйте. Вначале коротко о том, чем запомнилась эта уходящая неделя. Праймарис состоялся. Единая Россия выбрала кандидата от партии на пост губернатора. В режиме «Вопрос-ответ» Владимир Ружицкий провел встречу с жителями. Что спрашивали? Контроль в четыре этапа. Глава Госадмотехнадзора озвучила требования к детским площадкам. В Подмосковье отметили День защиты детей. Как это было, покажем. 50 лет в школе Олимпийского резерва «Спартак» о достижениях и перспективах. Наш сюжет. Шатер «Рамадан» открыт для всех. Съемочная группа ЛРТ на себе ощутила истинное мусульманское гостеприимство. Праймарис провели в Подмосковном Подольске. Там собрались более 5000 человек. По итогам голосования однопартийцы выбрали кандидата, который будет претендовать на пост губернатора от «Единой России». Это выступление для губернатора Московской области было особенным. Он подвел итоги своей пятилетней деятельности. Сделать Подмосковье сильным, здоровым и чистым – такую задачу наметил Андрей Воробьев в своей предвыборной программе. Наша задача – сделать Подмосковье здоровым. Это то, что хочет каждый из нас. Ту цель, которую поставил наш президент – продолжительность жизни, качественная медицина, оборудование. Не только форма, стены, но и содержание наших врачей. Для нас это является стратегически важной задачей. Напомним, 8 ноября 2012 года президент Владимир Путин назначил Андрея Воробьева на должность временно исполняющего обязанности губернатора Московской области. А в июне 2013 года «Единая Россия» выдвинула его кандидатом на выборах. В этот раз поддержать Воробьева пришел и Вячеслав Фетисов. Много совместных дел. Я знаю планы, которые у Андрея Юрьевича есть по развитию региона. Конечно, это очень важно для людей, чтобы они понимали, что идет плановое развитие. Есть перспективы всего, что связано с благополучием людей. Есть и сложности, которые необходимо решать совместно. За пять лет в Подмосковье построено и модернизировано 400 предприятий. Введено в оборот 200 тысяч гектаров пашни, 70 индустриальных площадок. В Люберцах за последние два года было сделано многое. Прошла масштабная модернизация систем здравоохранения, приведены в порядок парки, установлены новые детские игровые комплексы почти в каждом дворе. Мы ставим задачу, чтобы в каждом населенном пункте были свои парки, зоны отдыха, и это мы делаем, и это делается, люди это видят и замечают. Уже совсем скоро, а точнее 9 сентября, состоится выбор губернатора Московской области. Главу Подмосковью будут избирать на пять лет. Мария Кузьмичева, телеканал ЛРТ. Уже традиционная встреча с Владимиром Ружицким на этот раз прошла в Краскове. Зал был полон неравнодушных жителей. Они пришли, чтобы лично задать главе округа наболевшие вопросы. Мария Кузьмичева расскажет о них подробно. Председатель Союза Марусинсад Екатерина Мельникова не впервые обращается к главе. На сей раз она пришла вместе с жителями. Они просят дать им возможность жить на закрытой территории, за которую исправно платят и повлиять на тех, кто не согласен с их точкой зрения. Так как же так? Почему какие-то 10-20 человек, которые не хотят содержать данную территорию, могут принимать какие-то решения? Кроме того, присутствующих волновали проблемы детских площадок, освещения и работы управляющих компаний. Особой остров стал вопрос детской преступности. У нас здесь просто преступность. Растет среди подростков избиение и так далее. У нас был сейчас массовый исход школьников из 59-й школы. Никак 59-я школа это не решает. Подростков избивают просто на улицах и выкладывают видео. Я прошу тоже ваше внимание на это обратить. Также жители беспокоило вопрос транспортной доступности и медицинского обслуживания, а также необходимости постройки на территории новых жилых кварталов, школ и детских садов. Сейчас идет выделение земельного участка в районе Карла Маркса за территорией Новокраскова. Там планируется на 700 мест школа. Жители пожаловались на сырость, плесень и холод в доме номер 20 по улице 2-я Заводская в поселке Красково. Они попросили утеплить торец дома. Владимир Ружицкий отметил, что в текущем году планируется отремонтировать 112 домов, 1329 подъездов и 55 лифтов. Также жители интересовало решение проблемы некачественной воды. Проблемы есть. Если мы эти вопросы немного подтянули, они в целом решены в городе Люберцы. Частично решены они в Томилино. Проблем много. Это у нас в Красково, в Малаховке. Поэтому мы ежегодно ставим себе задачу ремонтировать, не ремонтировать, а будем говорить реконструировать водозаборные узлы. Как отметил глава, задача в этом году реконструировать 21 узел в Краскове, в Люберцах второй узел и в Малаховке 12-й. Также совместно с Мосводоканалом решается вопрос поставки московской воды в округ. В преддверии летних каникул глава Госадмотехнадзора Московской области Татьяна Витушева рассказала о требованиях к детским площадкам. Какими они должны быть, чтобы дети не получали травмы. Об этом в нашем сюжете. Лето. Пора, когда детские площадки эксплуатируются интенсивнее всего. Игровые городки – это также зоны повышенной опасности. Их проверка – приоритетное направление работы Госадмотехнадзора. Проверка детских площадок на безопасность, подчеркиваю, это, в общем-то, проходит красной линией надзора инспекторов на протяжении всего года. В настоящее время в реестре ведомства находится более 16 тысяч игровых площадок. Все они прошли четыре вида контроля. Первичный передводом объекта в эксплуатацию, визуальный осмотр и выявление очевидных дефектов и неисправностей, проверка устойчивости оборудования и основной осмотр с оценкой соответствия аттракционов требования безопасности. Он проводится обязательно один раз в год. Мы планируем его производить всегда с весенний период, чтобы полностью просмотреть все детские игровые площадки на предмет безопасности до наступления летних каникул. Все детские площадки имеют возрастную категорию, учитывающую рост, вес и умения детей. Обязательно наличие мягкого и толстого покрытия. Ведь одна из самых распространенных травм, приобретаемых во время игры на улице – компрессионный перелом позвоночника. Еще одно требование – ограждение зон для детей. Согласно федеральным стандартам, ограждение в обязательном порядке не должно присутствовать на каждой детской игровой площадке. Тем не менее, мы рекомендуем производителям и ответственным лицам, которые занимаются возведением новых детских игровых площадок или же уже модернизацией существующих, это ограждение делать. Другой обязательный элемент – информационный щит. На нем описаны правила поведения, указана возрастная категория комплекса, а также все необходимые контакты экстренных служб и ответственных организаций. Вся вот эта капсула, она присутствует на каждой детской площадке, которая должна содержаться по нормам и правилам правительства Московской области. Если данные элементы отсутствуют, Госантехнадзор привлекает. За последние четыре года ведомству удалось значительно сократить травматизм в игровых зонах. В планах Госантехнадзора полная ликвидация жестких подвесов на качелях. К слову, в Люберцком округе их не осталось вовсе. И все же важным фактором профилактики детских травм остаются внимательность и участие родителей. Александра Томей, телеканал ЛРТ. В рамках программы «Мой подъезд» в этом году в Люберцах отремонтируют более 1300 подъездов. На данный момент привели в порядок уже около 700 в 167 домах. Качество работ на контроле лично у Владимира Ружицкого. Раньше был неприглядный подъезд. Сейчас заменили почтовые ящики, покрасили стены. Все в нормальные цвета. Подъезд выглядит прекрасно. Лестницу облагородили. Все заштукатурено. Положили плитку качественную. Все отлично. Игорь Зеленский не скрывает своей радости. За 12 лет проживания в доме на Южной такой качественный комплексный ремонт подъездов для них сделали впервые. Улучшили состояние входных групп, усилили освещение, заменили напольное покрытие, штукатурку, провели покраску стены потолков, заменили электрощиты. Это далеко не весь перечень проделанной работы. Производится ревизия мусоропроводов. Если в доме присутствует мусоропровод, заменяются мусороприемные клапана. Соответственно, также производятся работы по слаботочным сетям. Все слаботочные сети мы убираем в короба. Напомним, в 2017 году удалось привести в порядок порядка 1300 подъездов. А в этом году запланировано сделать 1329. Проверить проделанную работу приехал глава Владимир Ружицкий. Он отметил, что ремонт проведен качественно и без претензий. Мы завершили порядка 333-335 подъездов. Это, по сути, четвертая часть. Это все в графике, это все в плане. Тем более, наши жители уже привыкли, чтобы подъезды ремонтировались. Они были качественные, добротные. И мы над этим работаем. Как отметил Владимир Ружицкий, летний период будет особенно плодотворным у ремонтных компаний. Ведь основной объем приходится на это время. Окончение работ запланировано на ноябрь. Мария Кузьмичева, Анна Троян, Сергей Гвоздев. Телеканал ЛРТ. И в продолжение темы. Порядка полутора тысяч дворов обустроят в 2018 году на территории Подмосковья. Кроме того, установят 183 новые детские площадки. Об этом сообщает прислужба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова. Согласно утвержденному плану графику, к 30 июня программа комплексного благоустройства дворов уже должна быть выполнена не менее чем на 10%. Во многих муниципальных образованиях работа по благоустройству уже активно ведутся. Так, в каждом дворе должны быть установлены детские игровые площадки, смонтировано освещение, организованы парковочные места, выполнено озеленение, установлены контейнерные площадки для сбора мусора, а также информационные щиты. Кроме того, появилось еще одно требование. Теперь обязательно установка на новых детских площадках камер видеонаблюдения, подключенных к системе «Безопасный регион». Напомним, программа по комплексному благоустройству дворовых территорий реализуется в Московской области с 2015 года. Ежегодно приводится в порядок не менее 10% дворов. За три предыдущих года уже выполнено комплексное благоустройство более 4800 дворовых территорий. Мария Кузьмичева, Телеканал ЛРТ. Почти тысячу опор линий электропередач обновят энергетики компании «МАЭСК» на территории Московского региона. Самый большой объем работ запланирован на севере и юге Подмосковья. С чем связаны эти преображения – ответ у Марии Антоновой. 948 высоковольтных линий электропередач на территории Подмосковья сменят цвет серого на синий. Над их преображением работают только профессиональные промышленные альпинисты. Дмитрий Пеньевский в этой сфере уже 10 лет и свою работу легкой не считает. Сложно, конечно, физически. Но опасности особо нет, потому что мы все время застрахованы. Работаем с альпинистским снаряжением. Однако их работа проходит под высоким напряжением. Линии электропередач не обесточивают. Поэтому даже краска, с которой работают альпинисты, специальная. И как отмечают сами работники, в этом деле главное не торопиться. Поэтому в целях безопасности время на покраску одной опоры нужно немало. Это вам не забор на дачу покрасить. На одну такую опору ЛЭП нужно полдня, а то и целый день. И красят их, конечно, не кисточками, а из пульверизаторов. И стоит отметить, что это еще не самая большая опора. Ее высота – 45 метров. А самая максимальная высота опор ЛЭП может достигать 200 метров. Данные работы производятся у нас планово, ежегодно. И направлены на повышение срока эксплуатации энергообъектов. Работы выполняются надежными, экологически чистыми лакокрасочными материалами, которые, соответственно, предохраняют металлоконструкции опоры от коррозии. А теперь не только от коррозии, но и для преображения Москвы и области к чемпионату мира по футболу. Эти металлические конструкции будут встречать на подъездных путях и не только гостей и жителей нашего региона. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Торговый центр «Орбита» безопасен для посетителей. Такой вердикт вынесли специалисты регионального глав стройнадзора. На днях они провели осмотр здания, однако в поле зрения все же попали мелкие недочеты. Какие именно – сейчас узнаем. Осмотр здания начался с крыши. Первое, на что обратили внимание сотрудники надзорных органов – состояние вентиляционных камер. Незначительные трещины и наличие коррозии не являются грубым нарушением. Но руководству торгового центра рекомендовано устранить его в кратчайшие сроки. А проверка самой территории торгового центра началась с детской развлекательной зоны. Здесь у специалистов глав госстроенадзора нареканий никаких нет. Игровая зона, которая расположена на четвертом этаже, уже не соответствует современным нормам. Но это здание было построено до того, как вышли эти нормы. И по тем нормативам оно, естественно, полностью соответствовало. Мы специально зашли в эту зону, посмотрели эвакуационные выходы, которые существуют. На наш взгляд, это совершенно достаточно. Осмотрев всю территорию орбиты, комиссия спустилась на подземную парковку. Здесь они проверили состояние противопожарного оборудования. На подземной парковке есть отдельные места прохода инженерных коммуникаций, которые необходимо в соответствии с противопожарными требованиями запенить предпожарной пеной, чтобы не допустить распространения в случае какой-то ситуации, не допустить распространения дыма, огня через этажи. Стоит отметить, что недавно в торговом центре «Орбита» проводили учения по эвакуации людей. Для того, чтобы все посетители безопасно покинули здание, понадобилось две минуты. А в апреле текущего года объект проверяли сотрудники МЧС и Госпожнадзора. Была проверена полностью пожарная сигнализация, система пожарного оповещения, дымоудаление, сплинтельная система. Мы опробовали пожарные насосы, и по результатам этой проверки мы получили оценку удовлетворительную. Такую же оценку «Орбита» получила и на этот раз. Эксплуатация здания производится должным образом. А для устранения выявленных недостатков руководству торгового центра понадобится всего лишь два дня. Луиза Игазарян, Пётр Пономаренко, Телеканал ЛРТ. И в центре внимания вновь полигон Торбеева. Туда в очередной раз выехала инициативная группа. Общественники, администрация округа и местные жители увидели, как работает полигон, задали руководству острые вопросы и пообещали контролировать ситуацию с гигантской свалкой в постоянном режиме. С места событий Александра Томей. Работа мусорных полигонов больной для Подмосковли вопрос. На деятельность свалки в деревне Торбеева поступает много жалоб от местных жителей. Дело всё в том, что, я не знаю, будет видно на фотографии или нет, да, вот такие вот виды из окна наших жителей. То есть, понимаете, полигон примыкает вплотную к населённым пунктам. Ну, во-первых, нельзя существовать рядом с полигоном, да. Конечно же, кто-то должен уйти. Общественники и члены экологического совета решили узнать, обосновано ли требование населения закрыть большую помойку. Вместе с жителями деревни и администрацией округа они лично прошлись по телу полигона. Что делается на полигоне ТБО Торбеева? Какая проводится модернизация, реконструкция полигона, что делается? Сегодня мы всё это увидим. Экскурсию для активистов провёл генеральный директор фирмы, эксплуатирующей Торбеевскую свалку. Там у нас шлагбаум как бы просто наблюдение, кто въезжает. А здесь уже первая диспетчерская, которая непосредственно принимает спецмашины. У диспетчерской мусоровоз проходит обязательный радиационный контроль. Далее отправляется на взвешивание вкрытый ангар. Здесь же дважды моют колёса машины на входе и на выходе, чтобы частицы пыли от высушенного мусора не распространялись за пределы санитарной зоны. Но общественность это не впечатлила. Споры о пыли и запахи не угасали. Запахами на полигоне борются с помощью дренажных систем. Это специальные столбы, которые уходят вглубь мусорной горы на 25-30 метров. Дегазация проводится как на старом законсервированном, так и на новом теле полигона. Мы находимся в самом центре нового тела Торбеевского полигона. Он представляет собой слоёный пирог. Двухметровый слой плотнённого мусора чередуется 20-сантиметровым слоем грунта. В конце своего жизненного цикла новое тело Торбеевского полигона будет хранить порядка 4 миллионов тонн мусора. Экологический активист Анатолий Баташев побывал на 22-х подмосковных мусорных полигонах. Он дал экспертную оценку Торбеева. Сейчас, к сожалению, полигон Торбеева, он самый лучший в Московской области. К сожалению, потому что здесь многое есть, чего улучшать. Здесь соблюдаются технологии, здесь создаётся серьёзный скос. К сожалению, дома примыкают непосредственно к полигону. Близость жилых территорий к полигону требует от эксплуатанта решительных мер. Продолжение программы дегазации, в рамках которой к концу года появится 50 дренажей и 100-процентная сортировка отходов – это пути преодоления кризиса. Но главная задача – работа с населением. У нас уже это не первая встреча. Значит, у нас были встречи и в прошлом году. Но, по крайней мере, радует то, что не было чисто негативных таких моментов, когда жители крайне недовольны состоянием полигона. Я такого, в общем-то, не заметил. Тем не менее, несмотря на соблюдение полигоном технологий и работающей программы модернизации, торбеевцы своего мнения о соседстве с мусорным захоронением не изменили. Мы с вами можем пригладить все, что угодно, и красиво показать любую картинку. Эксперты же в целом остались довольны. Но пообещали не давать руководству полигона возможности для отхождения от тех регламентов. На любом мусорном полигоне есть свои какие-то недостатки, может быть, какие-то много-много проблем. Мусорный полигон за собой учет много проблем. Но здесь чувствуется рука хозяина. Я советую руководству предприятия не расслабляться, потому что мы этот вопрос будем постоянно держать на контроле. Власти Подмосковья занимаются проблемой мусора с 2014 года. Закрыли 24 полигона из 39. Сейчас идут работы, направленные на то, чтобы оставшиеся не доставляли неудобств жителям. В Люберецкой администрации прошел семинар по безопасности и травматизму на рабочих местах. Участники встречи дали разъяснение по соблюдению правил безопасности и рассказали о несчастных случаях на предприятиях. О причинах и выводах в сюжете Александр Томей. Заседание Координационного совета по охране труда началось с аналитической справки по травматизму на производстве. Назвались самые частые причины получения увечий на рабочем месте. Отмечу, что молодежь – самая уязвимая категория работников. Низкая культура безопасности, безопасного поведения, неиспользование средств индивидуальной защиты, слабая подготовка в сфере охраны труда, а также неформальная занятость, которая приводит к нарушению трудовых прав молодых сотрудников. Несмотря на все меры предосторожности, несчастных случаев не удается избежать. Так, на Люберецком заводе мостостроительного оборудования мужчина получил тяжелые травмы, упав с высоты. Основными причинами данного происшествия послужило то, что у работника Дубины Сергея Геннадия Григорьевича не было обучения и допуска для работы с высоты. Для профилактики производственного травматизма в 2017 году фонд социального страхования выделил Люберецкому округу порядка 14 миллионов рублей. На эти средства почти 130 организаций провели медосмотры и обучение сотрудников, закупили средства индивидуальной защиты. Другая мера профилактики – регулярные встречи работодателей и представителей ведомств. Регулярно посещаю подобного рода мероприятия по приглашению администрации. И я считаю, что их проведение очень важно для предприятий, поскольку вот такое вот именно отношение городских властей к вопросам охраны труда, оно, во-первых, как-то и стимулирует работодателей пристальнее заниматься данными вопросами и помогает нам, как специалистам, руководителям службы. Работа Координационного совета действительно стимулирует предпринимателей делать рабочие места безопасными. По сравнению с 2014 годом у нас в два раза снизился травматизм на территории городского округа Люберца. Ежегодно на своих рабочих местах погибают около трех миллионов человек во всем мире. 15% смертей связаны с несчастными случаями на производстве. Александра Тамия, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Власти округа помогут в трудоустройстве осужденных и приговоренных к исправительным работам. В последнее время компании все реже идут на подобное сотрудничество. Пути решения этой проблемы обсудили на заседании в администрации. Все подробности у нашего корреспондента. Для трудоустройства осужденных решено провести работу с управляющими и ресурсоснабжающими компаниями, которые функционируют на территории городского округа Люберцы. Руководители предприятий попросят изыскать возможность принять на работу данную категорию граждан. Если исправительные работы при устройстве осужденных предприятия обязаны перечислять деньги в доход государства, то по обязательным работам осужденные работают бесплатно. Однако ни по исправительным работам, ни по обязательным работам в последнее время осужденных не привлекают. Несмотря на то, что в администрацию округа был предоставлен огромный перечень потенциальных работодателей, только четыре компании дали свое согласие на подобное сотрудничество. У нас разработано, конечно, постановление администрации городского округа Люберцы, где перечень организаций, конечно же, мы включили в список, где такие осужденные работают, отбывают наказание. То есть у нас официально согласовано с прокуратурой это все постановление. В настоящее время в городском округе Люберцы 70 человек приговорены к исправительным работам, а 30 – к обязательным. Их необходимо трудоустроить в 30-дневный срок с момента вынесения вердикта суда. Луиза Егезерян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Система вызова экстренных служб. 112 готова к Чемпионату мира по футболу. Операторы смогут принимать заявки на восьми языках. Во время Мундиаля Московский регион планирует посетить сотни тысяч болельщиков со всего мира. А сборные многих стран будут размещаться непосредственно на территории Подмосковья. Во время проведения Чемпионата мира по футболу на территории Московской области будут базироваться 9 национальных сборных, помимо российской. Экстренные службы готовы к работе в напряженном режиме. Все штатные и привлеченные лингвисты системы 112 прошли специальную подготовку для работы с иностранцами. Они изучили алгоритмы действий при различных запросах, которые могут поступать от жителей Подмосковья и гостей Чемпионата мира. Для помощи операторам в круглосуточном режиме задействуют волонтеров из числа преподавателей и студентов Одинцовского филиала МГИМО. Обращения будут принимать на восьми иностранных языках – английском, испанском, французском, немецком, португальском, китайском, итальянском и арабском. Напомню, мировое футбольное первенство пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Александра Томи, телеканал ЛРТ. День защиты детей отметили 1 июня во многих странах мира. Концерты, соревнования, призы и подарки – все специально для юного поколения. Настоящий праздник для ребят подготовили и в Центре патриотического воспитания молодежи в Вялках. Вспомнила счастливое детство и наш корреспондент Мария Антонова. 1 июня дети всего мира получают в свой адрес поздравления. Вот и в Вялках 140 ребят стали участниками настоящего праздника. Много добрых слов в этот день им сказали представители власти и общественных организаций. Я бы желаю детям, чтобы у них, чтобы у вас было детство, именно в том широком понимании детства, которое должно быть. Безоблачное, светлое, радостное, чтобы у вас все получалось, чтобы вас родители любили, взрослые не обижали, и все у вас было хорошо. После поздравлений дети возложили цветы к памятнику погибшим при выполнении своих боевых задач. Организаторы отметили, что в любом празднике нотка патриотизма важна. А уже далее мероприятие продолжилось концертной программой, участниками которой стали сами дети. Помимо концертной программы для детей подготовили веселые старты, соревнования в дартс и многие другие развлечения, от которых главные виновники торжества остались довольны. Понравилось, мне понравилось, когда мы бегали на лыжах и вот приодеваемся в костюмах, когда бегаем. Вот, еще выступление очень понравилось. Такое мероприятие здесь стало уже традицией. Его провели пятый год подряд при поддержке общественной палаты округа и Совета депутатов. Очень хотелось, чтобы дети вырвались из дома, подышали свежим воздухом, побегали, попрыгали. И приглашали мы, конечно, в основном делали акцент на тех родителей, на те семьи, которые в обычной жизни не всегда могут себе позволить. Какие-то поездки, ну а тем более это многодетные семьи, всегда затруднительно вывозить большую семью на какое-то мероприятие. А здесь мы организовали праздник, свободная территория большая, где вся семья может провести хорошо время на свежем воздухе. Отмечу, в Либерецком округе проживают более 4 тысяч многодетных семей. Это те семьи, в которых трое и больше детей. И что важно, ежегодных количество растет. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Настоящий праздник детства, добра и хорошего настроения. Все это творческий фестиваль «Радуга», который вот уже 12-й год подряд объединяет на одной сцене самых талантливых воспитанников дошкольных учреждений. В том, что юных ярких дарований в Либерцах действительно много, убедилась Анна Троян. Легендарная Мэри Поппинс в окружении очаровательных девочек исполняет свою коронную песню. На сцене героиня совсем неспроста. В этот день ребятам знаменитая няня донесла простую истину. Что такое добро и почему оно так важно? Мне кажется, что это самое важное. Доброта, уважение – это два слова, которые неразделимы как для малышей, так и для подрастающего поколения. И сегодня наша задача родителям, которые тоже приглашены на этот праздник, показать, насколько много их дети знают об этих словах. И как оказалось, даже в таком юном возрасте люберчане могут с уверенностью объяснить взрослым, что такое хорошо и что такое плохо. Спешите делать добро – такова тематика этого года. В танцах, песнях, творческих постановках самые талантливые малыши показали свои умения и приняли поздравления от первых лиц городского округа. Я сегодня, конечно же, искренне хочу вас поблагодарить, что вы пришли сюда, в наш Дом культуры. И вы все ребята добрые и реально спешите делать добро. Вы все танцуете, поете, многие рисуют. Вам это нравится? Друзья мои, огромное спасибо, особенно воспитателям, потому что, вы знаете, вот этим добрым делам учат воспитатели. В этом году фестиваль детского творчества «Радуга» состоялся уже в 12-й раз. Объединил рекордное количество участников. На сцену вышли 238 воспитанников из 22 дошкольных учреждений. Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В Люберцах завершился ежегодный хоровой фестиваль «Звонкие голоса». Учащиеся музыкальных школ со всего округа приехали побороться за звание лучшего хорового коллектива. Примечательно, что музыку для всех песен, которые исполняли ребята, написал Люберецкий композитор Владимир Беляев. Хоровой фестиваль «Звонкие голоса» объединяет подопечных музыкальных школ со всего округа. В этом году конкурс охватил более 500 детей от 7 до 17 лет. На сцене Люберецкого дворца культуры выступили 13 коллективов. Открыл концерт сводный окружной хор. «Звезд на семи холмах земля, под сенью древних стен Кремля». Фестиваль проходит ежегодно, но в этот раз организаторы обозначили единую тематику для участников. Музыку ко всем песням написал Люберчанин, композитор Владимир Беляев. Он также является почетным членом жюри. «У нас дети умеют петь и поют очень хорошо. Ну а оценивать всегда можно по уровню детской подготовки. Ну и мы никогда не судим строго». «Он два кафта на раз добыл, он два кафта на раз добыл, да из бумаги третий шил». Культура хорового пения в Люберецком округе только развивается. В окружной администрации отметили важность этого процесса. «Очень здорово, что у нас в округе есть такой фестиваль, потому что хоровое пение – это особый такой вид музыкального творчества. И не такое уж и простое». Хор – это особый вид пения. Он учит детей сотрудничеству и компромиссу. «Задача фестиваля – объединить всех поющих. Это очень важно, когда вот такие вот певческие мероприятия. Потому что хор – это огромное средство, объединяющее прежде всего, и воспитывающее средство воспитания наших детей». А сейчас о достижениях в спорте. 150 11-летних мальчишек и девчонок из Центрального федерального округа приняли участие в открытом первенстве по самбо. Соревнования проходили по 20 весовым категориям. Спортивный настрой юных борцов поддержал глава округа Владимир Ружицкий. Москва, Санкт-Петербург, Подмосковье, Владимирская и Тульская области. Почти весь Центральный федеральный округ представлен на первенстве по самбо. Гостями соревнований стали также спортсмены из Кимеровской области и Владивостока. «У нас количество участников 100 юношей, 50 девушек. Оно строго регламентировано, и на данных соревнованиях выступают только те спортсмены, которые прошли отбор соответствующий». Участники турнира – дети, рожденные в 2006-2007 годах. Только показавшие лучшие результаты на первенствах своих областей приехали в Люберцы. Соревнования прошли по 20 весовым категориям. Поприветствовал спортсменов президент Федерации самбо Московской области. «А вас, ребят, поздравить с окончанием учебного года и пожелать успешного выступления, чтобы вы подружились, ну и победит очень сильнейший». Глава Люберецкого округа Владимир Ружицкий отметил важность и пользу спорта для молодого поколения. «Вы очень на правильном пути, потому что занимаетесь спортом, укрепляете свое здоровье. Это поможет вам в учебе, поможет в жизни. Вы в этом убедитесь, потому что спорт он закаляет, спорт он тренирует волю». Несмотря на юный возраст, Сергей Нестеров уже опытный спортсмен. Он приехал в Люберце из Нахабина Московской области. «Я занимаюсь почти пять лет, и это не мои первые соревнования. Соревнований у меня было много. Но я думаю, призовое должен занять. Надо, во-первых, не волноваться и думать о победе просто». Самбо – довольно молодой вид спорта, который вбирает в себя лучшие приемы и принципы других единоборств. Его философия – самозащита без оружия. В ноябре 2018 года самбо отмечает 80-летний юбилей. Александра Томей, Александр Дегорко, телеканал ЛРТ. А теперь о тех, кто не останавливается на победах городского уровня. Люберецкие спортсмены завоевали четыре медали на первенстве Европы по каратэ, которая проходила в Сербии. Об этом сообщил председатель спорткомитета администрации округа Владимир Сурков. В первенстве Европы по каратэ приняли участие более 500 спортсменов из 16 стран. Воспитанники Люберецкой комплексной спортивной школы завоевали две золотые и две серебряные медали. Эти награды пополнили копилку сборной команды России. Первое место у Миланы Иньковой. Она победила среди девочек 10 лет. Золото у Сергея Оболенского. Он стал сильнейшим среди мужчин старше 40 лет. Серебро у Егора Николаева и Ярославы Гайворонской. Первое командное место завоевала российская команда. Луиза Игазырян, телеканал ЛРТ. Клуб смешанных единоборств «Рот» открылся в Люберцах. На церемонии присутствовали звездные гости из мира бокса. Красную ленту перерезал лично олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Александр Поветкин. Об открытии и перспективах клуба в нашем сюжете. И вот, наконец, долгожданное открытие состоялось. А все благодаря усилиям администрации округа, заслуженным боксерам и руководителям самого рода. Люберцы стали первыми в Подмосковье, где расположился один из авторитетных клубов по смешанным единоборствам. Клуб «Рот» уже проявил себя в боях, в поединках, да вообще во всем. Очень сильные, смелые ребята. Я думаю, здесь он будет только развиваться и появятся свои чемпионы. К слову о чемпионах. Не только ребята мечтают о призовых местах и титулах в этом виде спорта. И уже давно различные виды единоборств стали не только мужским делом, так и в этом клубе. Уже на протяжении года среди парней занимается Александра Головченко. Сложно, но, по ее словам, своих целей добиваться нужно. Мне очень нравится, потому что я его вырвала, потому что я хочу им заниматься, мне он очень интересен. Я смотрю боя дома, я хочу стать эллибидской чемпионкой. В клубе единоборств «Рот» дети занимаются бесплатно. Такое решение, по словам руководителей, не обсуждается, потому что любой спорт для подрастающего поколения должен быть доступным. Далее беседа с руководителями клуба и представителями власти прошла на пресс-конференции во дворце спорта «Триумф». Конечно, клуб в первую очередь ориентирован на тренировки для людей, которые готовы изменить себя. Когда он понял, что он себя запустил в питании, в поведении, вот нужен трамплин, с чего начать? Все начинается со спорта. На занятия в клуб можно записываться от 7 до 15 лет в младшую группу. Далее уже взрослая, где главное не возраст, а желание. Отмечу, клуб единоборств «Рот» находится в Люберцах по адресу улица Кирова, дом 34. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 50-летний юбилей отметила школа Олимпийского резерва «Спартак». В 1968 году она стала первым учебным спортивным объектом в Московской области. Сегодня подопечные школы защищают честь округа на соревнованиях всех уровней. Поздравил учеников и тренеров с этой серьезной датой и Владимир Ружицкий. Спортивная школа Олимпийского резерва по баскетболу существует с 1968 года. Решение о ее строительстве приняли после блестящей игры женской люберецкой команды с клубом ЦСКА. Об истории «Спартака» рассказал основатель школы Давид Берлин. Первые тренеры этой школы все были игроки, которые прошли школу команды «Спартак». В ней были подготовлены много мастеров спорта. На базе игроков школы создавалась сборная команда Российской Федерации. Празднование 50-летия школы прошло в торжественной обстановке. Особенное место на праздники было выделено для выпускников, которые после экзаменов подадут документы в спортивные вузы. Они показывают пример и младшим ребятам. Очень хочу попасть на Олимпиаду, играть во многих странах, и чтобы я хоть когда-нибудь получила лучшего игрока. В соревнованиях я еще ни одно не пропустила. Мы мечтаем уже все о спортивных карьерах. Заслуги школы и особенно тренерского состава отметил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Школа дала много ярких спортсменов, которые были участниками и призерами, и победителями как всероссийских чемпионатов, так и чемпионатов и Европы, и мира. Глава округа вручил награды лучшим игрокам сезона 2017-2018 года и пообещал модернизировать школу. Даю себе отчет, мы над этим думаем. Этот комплекс спортивный надо совершенствовать, его надо обновить. Я думаю, в ближайшие годы переустроим данный спортивный комплекс. Баскетбол – один из самых популярных видов спорта в мире. Он входит в программу Олимпийских игр с 1936 года. Александра Томей, Александр Дегурко, телеканал ЛРТ. Ежегодный культурно-благотворительный проект «Шатер Рамадана» вновь собрал многочисленных гостей. Организатором выступило Духовное управление мусульман Московской области. Так, на одном из вечеров священного месяца Рамадан побывала и наша съемочная группа. Рамадан – священный месяц для мусульман. Это 30 дней обязательного поста и один из пяти столпов ислама. На протяжении всего месяца мусульмане Москвы и области вместе с представителями других вероисповеданий и культур собираются на одной площадке – в «Шатре Рамадана», чтобы совместно погрузиться в атмосферу этих священных дней. Новый день наступает, мы тебя не забываем, каждый день мы восклицаем Олах. В «Шатре Рамадана» было порядка тысячи гостей. Это представители правительства Москвы и области, духовные лидеры конфессии, а также гости от различных общественных организаций. И, конечно, прихожане. Помимо этого, на мероприятии работали более 30 волонтеров. Некоторые принимают участие в этом проекте не первый год. И главную причину своего участия называют «не задумываясь». Это прекрасный светлый месяц. Это замечательные люди, которые находятся рядом. Это желание сделать что-то полезное, хорошее для мусульман, для всех людей, для Москвы в каком-то смысле. Во время Рамадана мусульманам заповедано от рассвета и до захода солнца воздержаться от еды и питья. Поэтому и в «Шатре» только с закатом всех желающих пригласили разделить праздничный ужин – ифтар. И стоит отметить, что многие присутствующие предпочитают провести все вечера священного поста именно в «Шатре Рамадана». Держу урозу каждый день и каждый день прихожу сюда. Как всегда прекрасно, как всегда очень хорошо. Настоящие ифтары, молитвы читали. Напомню, всего в Московской области проживают более 700 тысяч мусульман. Председатель Духовного управления мусульман Московской области отметил, что с каждым годом на подобные вечера их приходит все больше. А также сказал о необходимости существования этого шатра. Через призму таких вечеров мы стараемся рассказать о культуре и традиции мусульманских народов. Она довольно-таки многочисленная. В том числе и наша, в Подмосковье, она многонациональная, многорелигиозная. И вот подобного рода мероприятия, они позволяют нам познавать друг друга. Тем самым мы укрепляем свои добрососедские отношения, которые испокон веков у нас, в Подмосковье, на территории наших разных городов и районов процветают. За более чем десятилетнюю историю шатер Рамадана стал олицетворением истинного мусульманского гостеприимства. Расположено он у мемориальной мечети на Поклонной горе. И это стало уже традиционным местом для сбора мусульман во время поста. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Его голос и манеру пения узнают с первых слов. А его энергетики удивляются уже много лет. Михаил Шуфутинский выступил в Люберецком дворце спорта для наиболее активных жителей округа. Артист исполнил популярные и любимые многими песни. Наша съемочная группа наблюдала за всем, что происходило на сцене и в зрительном зале. Концерт Михаила Шуфутинского – большое событие для Люберец. Мероприятие состоялось на благотворительной основе. Некоторым жителям округа удалось посетить его абсолютно бесплатно. Многих жителей неравнодушных, активных, которые активно принимают участие в жизни нашего города, сегодня пригласили на концерт. Он носит такую социальную миссию для наших жителей. Организатором праздника выступила администрация городского округа Люберца и лично Владимир Ружицкий. Это он, который помог нам с вами встретиться, организовать этот концерт. Спасибо ему большое. Ружицкий Владимир Петрович, вам спасибо. Левый берег Дона, Марджан Джа, Свечи – уже давно полюбившиеся хиты, но артист подготовил для люберчан и новинки. Программа о ретроспективе. Песни от самых старых, которые уже много лет не исполняются и до самых совсем недавно записанных. Отмечу, люберецкая публика всегда с нетерпением ждет выступления Михаила Шуфутинского. И артист уже не раз радовал ее своими концертами. Александра Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Ну что ж, таковы главные события уходящей недели по версии службы информации телеканала ЛРТ. В студии была Ирина Михайлюк. На этом прощаюсь. Всем насыщенных выходных. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова